Ребенка-инвалида вывели из детского сада в Якутске. Елена Капитонова обратилась к главе республики с просьбой помочь разобраться с несправедливым отношением к ней и ее сыну. Из-за чего возник конфликт и что же случилось на самом деле, узнала Сарглана Захарова. Весной этого года семья Капитоновых получила долгожданную путевку в детский сад. Их сын, ребенок-инвалид, наконец мог расти и развиваться вместе с другими детьми. Однако родителям недолго пришлось радоваться такой возможности. По словам Юлии Капитонова и руководства детского сада, открыто дало понять, что такому особенному ребенку в учреждении не рады. Предложили сначала, скажем так, довольно вежливо просто перейти в группу кратковременного пребывания, то есть всего до обеда. А потом, когда я отказалась, сказали, что тогда будет решаться вопрос принудительного вывода на основании комиссии. После нас вывели еще одного ребенка с таким же диагнозом. Так что я вижу в этом определенную систему, к сожалению. Инцидент произошел в детском саду «Умка». Заведующая Людмила Костев работает в учреждении почти 30 лет и за это время получила признание коллег и родителей. А воспитанники души не чают в женщине. Она рассказала свою версию конфликта. В марте этого года ребенка привели в детский сад со справкой здоров. Об инвалидности никто не предупредил. Но воспитатели сразу заметили особенности в поведении ребенка. А осенью этого года было решено побеседовать с мамой и попробовать разработать индивидуальную программу обучения. И когда мы с мамой начали разговаривать, что давайте какие-то щадящие условия, мама не согласилась на кратковременное пребывание в этой группе. В этой группе. Никакой другой речи о другой группе кратковременного пребывания не шла. И мы предложили ей, чтобы она после сна приходила с ребенком на 3-4 часа и проходили социализацию, адаптацию. Отметим, что сегодня детский сад Умка посещает 6 детей-инвалидов. В основном это дети с отставанием в психическом развитии. Воспитатели признаются, работать с ними сложно, но можно, когда сами родители приходят им на помощь. Разговоры с родителями, они понимают, что действительно переполненные группы могут и как-то с другой стороны повлиять не очень хорошо. Поэтому родители идут, сами приводят детей, их пораньше забирают. И мы работаем в этом направлении с их программой. Заведующие считают, что причина возникновения таких ситуаций кроется в неготовности детских садов Якутска к уходу за особенными детьми. Группа переполнена, сотрудники не имеют должной подготовки. Вот и приходится надеяться на понимание родителей. Что касается семьи Капитоновых, то они все-таки получат свое законное право на образование, но уже в другом детском саду. А в том, кто прав и кто виноват, будут разбираться соответствующие органы. Саргалана Захарова, Петр Матвеев, Гаврил Дячков, НВК САХА, Якутск.